Итак, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой видеоблог. Итак, друзья, собственно, я долго думал, о чем мне записать данное видео, что же донести зрителя, а именно вам. Я только решил надеть пиджак, чтобы смотрелось более прикольно, как-то интересно. Надо купить более скафандр, чтобы это было более креативно, ярко и не вычурно. Ну что ж, начнем, собственно, с малого. Продолжим, точнее, читать книгу Наполеона Хилла «Дома и Попротив». От неудачи до успеха один шаг. По прошествии многих лет Дарби несколько раз возместил свои потери, поскольку он сделал открытие, что страстное желание можно превратить в золото. Это открытие он сделал после того, как прозанялся страховым бизнесом. Помня о том огромном богатстве, которое скользнуло несколько, некогда буквально из-под носа, только потому, что он остановился в трех фунтах от золотоносной жилы. Дарби постоянно напоминал себе. «Тогда сдался, но больше я никогда не ошибусь подобным образом. И пусть люди говорят мне «нет», в ответ на предложение застраховаться я буду стоять на своем». Дарби стал одним из немногих, которые зарабатывают миллионы долларов в год, страхуя жизни людей своей устойчивостью. Он обязан тому уроку, который получил в результате податливой в бизнесе золототобычей. Перед тем, как человеку на его пути встречается настоящий успех, он обязательно сталкивается с временными преградами, с преградами-поражениями. Перед тем, как человеку на его пути встречается настоящий успех, он обязательно сталкивается с временными преградами, поражениями, возможно, неудачей. Когда поражение застегает человека врасплох, самый легкий и логичный выход – сдаться, что и делает большинство людей. Более 500 самых удачливых граждан нашей страны рассказали автору этой книги, что добились величайшего в жизни успеха буквально в шаге от постигшей их неудачи. Неудача – это хитрая и лукавая шутница с несколько своеобразным чувством юмора. Она в восторге, когда ей удается столкнуть человека с пути в одном шаге от настоящего успеха. Ребенок преподнес уроку взрослому человеку. Незадолго после того, как господин Дарби получил свою ученую степень в колледже тумаков и шишек, пытаясь разбогатеть на золото добычи, с ним произошел интересный случай, который продемонстрировал, что нет – не всегда значит нет. Однажды Дарби помогал своему дядюшке молоть пшеницу на мельнице. Его дядюшка был владельцем большой фермы, на которой жили фермеры-арендаторы африканского происхождения. Дверь помещения, где старший и младший Дарби мололи пшеницу, была закрыта. Через некоторое время дверь приоткрылась, и в помещение заглянула маленькая темнокожая девочка. Дочь одного из арендаторов она вошла и остановилась у двери. Дядя оглянулся, увидел ребенка и грубо рявкнул «Чего тебе?». Ребенок скромно ответил «Моя мама просит у вас 50 центов». «Не дам», – сказал, как отрезал дядя, «ступай прочь». «Да, сэр», – ответила девочка, но даже не пошевелилась. Дядя Дарби был занят своей работой, и поначалу не заметил, что девочка не ушла. Оглянувшись и увидев ее у двери, он завопил. «Я же тебе сказал, убирайся, сейчас же уходи, а не то отшлепаю как следует». Малышка в ответ «Да, сэр», но даже не пошевелилась. Дядя опустил на пол мешок и зерном, поднял с пола палку и направился к ребенку с выражением на лице. Не сулившим ничего хорошего. Дарби затаил дыхание, он знал о взрывном характере своего дяди и боялся стать свидетелем преступления. Когда взрослый дюжий мужчина вплотную подошел к крохотной девочке, малышка шагнула вперед и пронзительно крикнула «Моей маме нужно 50 центов». Дядя остановился около минуты, молча поплялся на девочку, затем положил палку на пол, сунул руку в карман, достал монету 50 центов и протянул ее ребенку. Малышка забрала монетку, немедленно попяталась в двери, не сводя глаз взрослого мужчины, которого она победила. Когда девочка ушла, дядя сел на ящик и застыл в этой позе минуты на 10, глядя в окно. Вероятно, он со страхом пытался понять, как это такой маленькой девочке удалось его укротить. Молодому Дарби тоже было над чем поразмыслить. Впервые в своей жизни он стал свидетелем того, как беззащитный темнокожий ребенок преподнес урок взрослому человеку, что заставило дядюшку обуздать свою ярость и смириться. Что за волшебная сила помогла девочке овладеть ситуацией? Над этими и другими вопросами ломал голову Дарби, но так и не смог тогда найти на них ответы. Это произошло позднее. Что интересно, я услышал эту историю на том самом месте, на старой мельнице, где и произошел вышеописанный случай. Да, скрывается за нет. Дарби вспомнил это уже известное нам происшествие и сказал мне о нем, когда мы осматривали эту самую старую мельницу. Закончив свой рассказ, он спросил, ну и что вы скажете по этому поводу? Какой неизвестной силой обладала девочка, столь наглядно проучившая моего нездержанного дядюшку? Полный и законченный ответ на этот вопрос вы найдете в данной книге. В нем содержатся все детали, а также инструкции, пользуясь которыми любой человек сможет понять силу, что когда-то помогла маленькой темнокожей девочке и применить ее на практике. Кое о чем относящимся к этой силе вы догадаетесь уже тогда, когда прочтете первую главу. Где-нибудь к середине книги вам придет в голову идея, которая ускорит процесс овладения такой же непреодолимой силой. Вы получите эту силу в свое распоряжение и сможете воспользоваться ею по своему усмотрению и в своих целях. Осознание этой силы может прийти к вам и при чтении первой главы, а может быть вас осенне, когда вы будете размышлять над последней главой. Возможно, у вас сложится вполне определенный план действий для достижения какой-нибудь конкретной цели. Возможно, у вас захлестнут воспоминания о прошлых поражениях и удачах, из которых вы вынесете необходимый урок. Именно этот урок поможет вам вернуть все, что вы потеряли или добиться того, о чем вы только мечтаете. После того, как я подсказал господину Дарби, где кроются истоки той силы, которой невольно воспользовалась, поразившая его девочка, он, как мне показалось, в мгновение ока проанализировал свой 30-летний опыт работы в качестве страхового агента и искренне признался мне, что своим успехом в этой области бизнеса в немалой степени обязан преподавать данному уроку. Господин Дарби отметил, каждый раз, когда мой предполагаемый клиент уже собирается отклонить мое предложение, у меня перед глазами встает тот самый ребенок с немец и дялюшки, ее большие глаза с вызовом, глядящие на взрослых людей. Я говорю себе, тебе удастся эта сделка. Самые выгодные сделки мне удавались заключать в тех случаях, когда изначально люди говорили нет. В дальнейшей беседе Дарби не мог, конечно, не вспомнить эту историю с славутой золотой жилой, когда он и его дядя прекратили буровые работы в трех футах от залежи золотоносной руды. Однако заметил Дарби, этот негативный опыт, по сути, был неприятностью, обернувшись впоследствии благом. Это поражение убедило меня в том, что никогда нельзя сдаваться и отказываться от своей цели. Несмотря ни на какие трудности надо продолжать начатое дело, я нуждался в этом уроке, чтобы добиться успеха в будущем. Неудачи господина Дарби, на первый взгляд, кажутся банальными и заурядными. Тем не менее, именно они определили всю его дальнейшую судьбу, а следовательно, они также важны для него, как и сама жизнь. Он извлек выгоду из драматических моментов в своей жизни, и это ему удалось по той причине, что он анализировал такие моменты, извлекая из них уроки. Но возникает вопрос, что делать тем, у кого нет ни времени, ни желания подробно исследовать и детально разбирать свои неудачи и просчеты, чтобы найти путь к успеху людей и каким образом человек может научиться превращать неудачи, составляющую возможность успеха. Чтобы ответить на эти вопросы, была написана наша книга. Вы добьетесь успеха, придерживаясь здравой идеи. Ответ на эти вопросы изложен далее, но не удивляйтесь, если вам удастся найти его в своих собственных мыслях, сопровоцированных чтением данной книги. Одна единственная здравая идея, вот что требуется для достижения успеха. Принципы, изложенные в данной книге, содержат в себе способы и средства формирования полезных идей. Перед тем, как приступить к детальному рассмотрению этих уже не раз упомянутых принципов, пора, думаю, ознакомить вас с весьма важной информацией. Когда благосостояние человека начинает улучшаться, это происходит так быстро, что остается только удивляться, где же эти блага прятались на протяжении всех предыдущих лет жизни. Подобное утверждение кажется сенсационным, особенно если в тебя вдолбили распространенное убеждение. Богатство приходит к тому, кто долго и упорно работает. Когда вы начнете думать и, соответственно, обогатеть, то увидите, что богатство проистекает из состояния ума, из последовательной определенности цели, из совсем небольшой и не такой уж длительной работы. Вам и любому другому человеку нужна информация, как приобрести такое состояние ума, которое притягивает к человеку богатство. Я потратил 25 лет на исследование, потому что очень хотел узнать секрет, как богатые люди стали богатыми. Как только вы овладеете принципами этой философии и станете следовать им, ваше финансовое положение начнет улучшаться. Мало того, все, с чем вы будете соприкасаться, начнет приносить доход и выгоду. Такое невозможно. Вовсе не так. Одна из человеческих слабостей, склонность к приклеиванию ярлыка невозможна. Нет, это не получится ничего и пытаться. Нет, этого попросту не может быть. А почему не получится? Почему не может быть? Данная книга написана для тех, кто не боится заглянуть за это невозможно, кто ищет правила и способы, принесшие успех многим и многим людям. Эта книга для тех, кто поставит на карту всего, чтобы узнать эти правила и следовать им. Успех находит того, кто ищет его осознанно. И наоборот, неудачи просто подстегивают тех, кто панически боится столкнуться с ними, позволяя проникнуть в свое сознание мыслями о поражении. Помочь всем, кто действительно хочет достичь успеха, настроить на него свое сознание. Задача нашей книги. Еще одно слабое место многих людей – привычка измерять все и вся, опираясь исключительно на свои собственные впечатления и суждения. Некоторые из читателей, возможно, сочтут, что они не способны думать и богатеть, поскольку их мыслительные способности сформировались в условиях бедности, нужды, постоянного неуспеха и поражения. Выслушивая подобные опасения, я невольно вспоминаю следующий случай. Один знаменитый, ныне китаец, приехал в Америку, чтобы получить образование. Он поступил в университет города Чикаго однажды в студенческом городке президент университета Харпер в приватном разговоре с ним поинтересовался, какие из характерных черт американцев произвели на него наибольшее впечатление. О, воскликнул студент. Конечно же, странный разрез глаз. Они у вас такие широкие. А мы что говорим о китайцах? Мы отказываемся верить в то, чего не понимаем. Если поверим, что наша система оценки и измерения чего бы то ни было является единственной верой и самой совершенной системой. Я хочу и добить желаемого. Когда Генри Форд задумал создать новый автомобиль, то понимал, что он должен кардинально отличаться от другой подобной продукции и пережать ее уже в техническом решении. Например, почему бы не создать новый мотор с цельным восьмицилиндровым блоком. И он дал указание своим инженерам разработать проект такого мотора. В скором времени проект появился на ватмане. Но специалисты сошлись во мнении, что невозможно разместить все восемь цилиндров в одном блоке. На это Форд сказал, как бы там ни было, сделайте. Но возразили в ответ инженеры. Это невозможно. Приступайте, приказал Форд. И занимайтесь этим до тех пор, пока не добьетесь успеха. И неважно, сколько на это потребуется времени. Инженеры приступили к работе, ведь ничего другого им и не оставалось. Откажись, а не исполнять пожелания Форда, им указали бы на дверь. Прошло шесть месяцев, никаких результатов, еще полгода без изменений. Специалисты испробовали все возможные способы, рассмотрели все варианты, но безрезультатно то, чего хотел Форд, нельзя было добиться, это было невозможно. В конце года Форд проверил работу инженеров, которые сообщили, что они могут выполнить его приказ. Продолжайте, – твердил Форд. Я хочу этого и добить желаемого. Они продолжили, и вдруг, как по мгновению волшебной палочки, ответ нашелся. И так был создан знаменитый мотор V8, который принес Форду мировую славу и гигантские прибыли. Решительная настойчивость Форда, в которой уже раз взяла верх. Конечно, я изложил эту историю вкратце и не вдаваясь в детали, однако суть ее осталась верной. И из этой истории вы можете сами сделать вывод о том, в чем кроется секрет миллионов Генри Форда, и в конце концов найти его. И вам не придется искать слишком долго. Генри Форд добился успеха, потому что понял и применил его принципы. Один из этих принципов – невероятное желание преуспеть знание того, чего хочешь. Не забывайте об этой истории, читая следующие главы книги, и отмечайте те строки, в которых раскрывается секрет его успеха. Если вам удастся выделить из всех принципов именно те, которые принесли успех Генри Форду, то вам будут под силу такие же достижения в любой сфере деятельности, к которой вы пригодны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!